МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. День благоустройства. В Десногорске прошел общегородской субботник. Сводка криминальных происшествий за неделю. Мы отрабатывали голы, у нас очень был подготовлен наш вратарь для этого. Поэтому у нас такой результат вышел. Завершился муниципальный этап чемпионата школы Росатома по футболу 5+. Чтобы свет, который зажгли ваши преподаватели в ваших сердцах, он никогда в вас не погасал. На гибосводе детской художественной школы зажглись 8 новых звездочек. А теперь об этих и других событиях подробнее. 450 миллионов рублей будет выделено в течение 6 лет на то, чтобы сделать медицинскую помощь в Смоленской области доступнее. На брифинге в областной администрации сообщили о готовности приобрести 27 передвижных модульных и мобильных медицинских комплексов. В том числе 6 передвижных флюорографов и 4 маммографа. А в 2020 году планируется заменить 20 аварийных модульных медицинских комплексов, которым нужна реконструкция или они подлежат сносу. Планируется, что таким образом медицинская помощь станет доступнее для жителей отдаленных деревень и труднодоступных мест. При этом пока неизвестно, хватит ли сотрудников для всех мобильных пунктов. Несмотря на попытки решить кадровую проблему, медицинского персонала критически не хватает. Светлый праздник Пасха в этом году православные во всем мире отмечали 28 апреля. По традиции, накануне Христового Воскресения люди собираются на службу, чтобы ровно в полночь под пение церковного хора и колокольный звон сказать ближнему «Христос воскрес». Как отмечали Пасху в Десногорске, смотрите далее в сюжете. В ночь с 27 на 28 апреля в Богородице-Скорбященском кафедральном соборе Десногорска состоялись пасхальные богослужения. Специально в честь праздника в Десногорский собор прибыл его преосвященство, епископ Рословский и Десногорский Милетий. Он провел полуношницу, крестный ход, пасхальную заутреннюю и божественную литургию. По традиции, богослужебные песнопения исполнял хор собора. Под пение стихиры «Воскресение Твое Христе Спасе» вокруг собора был совершен крестный ход. Во время литургии пасхальная Евангелие читалось на русском, осетинском, латинском, украинском, английском и греческом языках. Принять участие в заутренней и божественной литургии пришло много верующих десногорцев. Посетили службу и представители десногорской власти. В завершении службы архипастырь осветил артас и пасхальные куличи, яйца и Пасхи, принесенные верующими. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Рзганова, Десна ТВ. Смоляне не смогут отдохнуть на природе на майские праздники. Съезды в лес с автомобильных дорог перекроют шлагбаумами, а земли лесного фонда будут усиленно патрулироваться. Такие меры приняты в связи с действием особого противопожарного режима и приказа об ограничении пребывания граждан в лесах. С 23 апреля запрещено посещение лесов и въезд в них на транспортных средствах. Также запрещены любые работы с применением огня. Нарушители противопожарного режима ждет наказание в виде штрафа. Особые меры противопожарной безопасности будут действовать до окончания майских праздников. Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботник – добрая и светлая традиция, объединяющая всех жителей города. Подробности общегородского субботника, который стал финалом санитарного месячника, смотрите в сюжете. Весенние преображения Десногорска – это задача далеко не одного дня. От каждого жителя в этом деле зависит очень многое. Помимо личного участия, можно также сагитировать своих близких и друзей. Чистый город – задача коллективная. 26 апреля отдых субботника был буквально в каждой части города. Ранним утром, разобрав рабочий инвентарь, десногорцы дружно взялись за работу. Давайте любить свой город. Он у нас очень красивый. Облагораживать. Представители старшего поколения трудились на участке у Нейтрино. В это время у городского пляжа также кипела работа. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Конечно, я призываю всех жителей нашего города бережно относиться к тому подарку, к той красоте, которая нас окружает. Конечно, поменьше мусорить и почаще убирать. Волонтерское движение приводило в порядок участок у парка Десногорский. В отряде было 60 школьников. Здесь будет будущий атомпарк. Мы хотим навести здесь порядок, чтобы началось побыстрее строительство. Нынешний субботник объединил более 500 работников Смоленской атомной электростанции. Трудовые коллективы предприятий, общественные организации, коммунальные службы. Итоги проведенного мероприятия были признаны успешными, а Десногорск теперь в полной мере готов встречать предстоящие майские праздники. Олег Соловьев, Григорий Ширин, Светлана Разганова, Десна ТВ. Трудящихся на майских праздниках ждет приятный денежный бонус. Оплата за работу в праздничные дни, как и раньше, предоставляется в двойном объеме. Но теперь поощрение высчитывается не только исходя из закладной части, но и с учетом стимулирующих надбавок. То есть в учет пойдет и оклад, и премия, и любые другие выплаты. Конституционный суд еще в 2018 году проверил статью Трудового кодекса на предмет соответствия современным трудовым нормам и постановил принять соответствующие поправки. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску, Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть выступило 113 сообщений о происшествиях. Из них одно сообщение о преступлении. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 108 административных правонарушений, в том числе 95 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 6 человек. В Австралии планируют уничтожить 2 миллиона диких кошек. На этот вынужденный шаг правительство страны пошло ради сохранения местной экосистемы. Кошки, которых везли в страну в 17 веке, расплодились настолько, что несут угрозу существования некоторым видам птиц и грызунам. По официальным данным, дикие кошки ежедневно убивают более миллиона австралийских птиц и около полутора миллиона рептилий. Однако защитники животных утверждают, что проблема преувеличена и активно выступают против таких радикальных мер. Футбольный чемпионат школы Росатома 5+, подошел к концу. Кто отличился волей к победе и кому улыбнулась удача? Подробности в сюжете. Стойкость духа и готовность идти до конца – качество настоящего спортсмена, даже если ему всего от 5 до 7 лет. Футбольный чемпионат 5+, стал ареной нешуточных страстей и спортивного азарта, возможно, и благодатной почвой для роста будущих именитых футболистов. У зрителей и участников соревнований были все условия для того, чтобы получить удовольствие от проведенных игр. И вот муниципальный чемпионат школы Росатома 5+, окончен. Спортивная дружеская борьба внесла красивую в турнирную таблицу. Из восьми команд в финал вышли две – детский сад Ивушка и детский сад Мишутка. Финальная встреча не предвещала легкого исхода. Мастерство команд было на одном уровне и предсказать победителя было невозможно. Но результат зафиксирован. 5+, становится команда детского сада Мишутка. Со счетом 3-0 команда Мишутки с легкостью завоевала победу. У нас были тренировки очень упорные перед соревнованиями. Мы подходили, мы выходили с ласточкой, с тюремом. Мы занимались детском садике, мы выносили свои ворота. Которая у нас отведена именно наша площадка, мы проводили наши тренировки. Возможно, команде из Ивушки не хватило опыта или должного настроя. Тем не менее, такой результат не повод расстраиваться. У ребят еще не раз будет возможность проявить себя. А победителей ждут следующие матчи уже на зональном этапе. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Несмотря на различные тенденции на мясном рынке нашей страны, экспертам все же удалось назвать самый выгодный продукт для шашлыка. Так больше всего подешевела курятина. С начала года цены на куриное мясо понизились на 5-10%. Благодаря восстановлению производства птиц на ряде российских предприятий ожидается дальнейшее уменьшение цен на птицу. А цены на свинину и говядину ввели себя с начала года нестабильно. На данный момент по продуктам отмечается понижение цен в среднем на 2%. А вот баранина подорожала на 10%. Рынок этого продукта по большей части находится в так называемой серой зоне. Многие потребители предпочитают покупать это мясо на рынках, а не в сетевых магазинах. По этой причине прогнозировать динамику цен на продукт не представляется возможным. 25 апреля в выставочном зале Десногорска состоялось открытие выставки работ воспитанников детской художественной школы. Участниками данной экспозиции стали 8 талантливых учениц. Посмотреть на их творчество отправилась и наша съемочная группа. Эта выставка проходит ежегодно, поэтому давно уже стала традиционной. В этом году на зрительский суд были отобраны 8 лучших работ. Дана Никитенко, Варвара Куцева, Анна Ковалева, Татьяна Елизаренкова, Елена Панченкова, Анастасия Шашкова, Анна Кухтенкова и Алина Цыпровская представляли свои работы. Все творческие работы разнообразны по жанрам и видам изобразительного искусства. У каждого автора свой почерк и свои источники вдохновения. Моя картина называется «Матч закончен». Я рисовала ее не очень долго, так как очень люблю зиму. Меня вдохновила любовь к Тесногорску, к его хорошим местам. Мои учителя хорошие, которые занимаются со мной ежедневно. Меня больше вдохновляет карандаш и портрет тем, что я могу передать форму человека. Мне это больше вдохновляет тем, что всякие такие маленькие частички лица, морщинки, глаза, волосы – это очень вдохновляет тем, что ты можешь передать натуру человека, его образ, взгляд. Непосредственность и свежесть, ярко выраженная в работах учениц, соседствуют с мастерством и профессионализмом, что говорит о таланте и трудолюбии авторов. Участие для них в выставке – это приобретение определенного опыта, выход на новый уровень выставочной деятельности. Такое событие значимо не только для каждой ученицы, но и для учителя. Преподаватели с гордостью говорят о работах юных художниц. Первая групповая выставка, пусть это еще не персональная выставка, но групповая – это будет чисто значим. Все вы одарены. А да – это. Все знают, откуда он исходит. Готовили к выставке учениц опытные педагоги высшей категории, которые постарались раскрыть им духовный мир, передать свои знания и умения, научить азам изобразительного искусства и пониманию красивых вещей. Это Елена Паскаль, Галина Кульцова и Ксения Круглова. Выставкой остались довольны обе стороны. И в завершении, после напутственных слов и маленьких сувениров на память, гости и участники разошлись любоваться прекрасным. Посмотреть на экспозицию приглашаются все желающие. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Рзганова, Десна-ТВ. И о погоде. 30 апреля в Десногорске переменная облачность. Днем плюс 12, ночью плюс 3. На этом наш выпуск завершен. Все самое интересное смотрите на нашем телеканале и на сайте desnadefistv.ru. В студии работал Олег Соловьев. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok